И вот мы, я не знаю, как вы молитесь каждое утро, а вы молимся каждое утро так, чтобы все, что от Бога было укреплено и возвышено, все, что не от Бога, что было разрушено. И вы знаете, в основном, то, что мы сталкиваемся, ну, по крайней мере, сейчас вот и в нашей жизни, и в жизни людей, с которыми мы знаем, все, что не от Бога, в основном, так уже. Поэтому, наверное, Павел, когда молился, он говорил, призвавил нас от лукавых и беспорядочных людей. Люди разные бывают, бывают лукавые, бывают беспорядочные, но нам нужны порядочные и не лукавые. И таких нам нужно побольше. Но сегодня, пробовать не об этом, я анонсировал название, на что нам нужно для прорыва. Вот в начале этого года, если вы помните, да, мы все выходили за кафедрой, все пастора выходили, и это будет сверхъестественный год, мы говорили, да, это будет год прорыва, говорили мы. Это будет год сверхъестественных достижений, говорили мы. Надо же за слова свои отвечать. Но это же не наши слова. Мы же от Господа его получили, это слово. Значит, получается, что мы свои слова оттуда говорим. Я вот, как бы, ну, прошло полгода уже с момента, как мы это все провозглашали, и у многих возникает вопрос, а где оно, собственно, сколько еще ждать прорыва? Это полгода прошло уже, с каждым днем все хуже и хуже, экономика все ниже и ниже, зарплаты все не выплачивают и не выплачивают в некоторых странах, да, не будем говорить каких. Количество безработных увеличивается, все, короче, рушится. Где же прорыв-то? Ну, конечно, можно сказать, что самый темный час он сюда перед рассветом, так оно и есть, но что-то долго не наступает рассвет, походу. Потому что вторая волна темноты пошла, а рассвет все никак не наступает. И вот сегодня читал такую страшную статистику, ну, она для кого страшная, знаете, для кого не очень, как раз я считаю, что для людей с предпринимательским складом УМА это как раз хорошая статистика, что офлайн-бизнесы, ну, вот эти, которые на улице расположены, они закрываются. В этом году количество закрывшихся бизнесов выросло на 13%, уже прям в первое полугодие, а, говорят, будет еще хуже. С одной стороны, это плохо, конечно, с другой стороны, хорошо, и по всем странам, видите, проходят всякие волны протестов, демонстраций, там в Америке страшное дело творится, да, сегодня опубликовали, это уже, знаете, там уже люди сами смеются над тем, что происходит. Это, знаете, смех, слоз, слезы. Все бы то ни было смешно, как говорится, что если бы это ни было так грустно, что, значит, сколько-то там чернокожих было расстреляно на похоронах чернокожего, застреляно другим чернокожим во время ареста третьего чернокожего. То есть они уже как бы, ну, это, конечно, понятно, что это выдумка, да, но смотрите, про что люди уже шутят. Это страшно, когда люди начинают шутить про смерть. И все это происходит на наших глазах, мы все это видим. И вопрос, где прорыв, где совершение всех этих сверхъестественных обетований. Давайте посмотрим на это с точки зрения того, как смотрит на это Библия. Потому что я вот сегодня молился, мне вот это, я сегодня встал утром с этим мыслью, потому что вот я обещал, что будет хорошо со сцены. Вышел и пообещал. Еще, если кто помнит, я это обещал, еще сидя в инвалидной коляске. Но у меня, слава Богу, все хорошо, ведь я стою на своих ногах. А как бы вот по поводу прорыва, есть сомнения. Я молился сегодня и спросил, слышал Бога ответа. Что, как, почему? Как, как? Вот люди спросят, где? Ты же как бы духовное лицо, ты должен отвечать за то, что ты говоришь. И я молился, и вот что меня Бог спросил. Он спросил мне три вопроса, которые я задаю вам сейчас здесь. Вопрос первый. Вы верите? Прям дословно записал. Вот он мне спросил. Ты веришь в то, что Библия, это слово Божье, которое живо и действенно по сей день? Не надо отвечать сейчас мне на этот вопрос. Просто себе эти вопросы задайте. Это очень сложный вопрос. Потому что иногда мы, глядя на вот эти вопросы, конечно, публично-ки в нем головой. Но что мы сделаем в сердце своем? Я не думаю, что он зря просто задал эти вопросы. Итак, он говорит, первое. Веришь ли ты, что Библия, это слово Божье, которое живо и действенно по сей день? Я, естественно, сказал да, однозначно. Потому что я вижу дела Божьи в своей жизни. Я вижу дела Божьи в жизни своей семьи. И я вижу осветительствов Божьих, которые мне говорят другие люди. Задал второй вопрос. Ты веришь, что Бог, ну то есть, он говорит, веришь ли ты, что я, в смысле, Бог, которому мы служим и которому мы поклоняемся, всемогущий вседержитель, управляющий вселенной, контролирующий все и вся? Да. Верю. Задал третий вопрос. А ты веришь, что ваша жизнь действительно принадлежит Богу, он говорит, твоя жизнь принадлежит мне? И мои намерения о вас, он говорит, для вашего же блага, а не против вас? Три вопроса. И вы знаете, когда я, я вот в молитве взял такой перерыв и сказал, ну, если честно, Господь, не надо подумать. Потому что где-то моя вера дала трещину, где-то она дала слабину, где-то цепочка порвалась. Потому что если бы я на эти все вопросы в сердце своем не задумываясь отвечал «да», не просто «да», потому что так надо сказать, а именно вот действиями своими, делами, которые я делаю, я бы ответил «да», то, скорее всего, наверное, ты бы мне их не задавал, эти вопросы. Тебе было бы видно. Потому что когда Иов жил праведной жизнью, Бог ему не задал вопросы, веришь ли ты. Он просто сказал, что это не видел ты человека, богобоязненного, и так далее. Если ты не задашь эти вопросы, значит, что-то где-то не так. И давайте посмотрим на это на все, как говорит Библия, и узнаем, что Бог по всему этому поводу говорит. Будет много мест писания, можете их открывать в Библии, можете просто записать их себе, потом прочитать. Я вам буду их все зачитывать, естественно. Первое, к чему мы обратимся, это первое послание к Коринфянам, вторая глава, с 4 по 16. Снимаем практически всю главу. Первое Коринфянам. И слово мое, я пропустил первые три стиха, с 4. И слово мое, и проповедь моя, это Павел пишет, помните, да? Это не Бог говорит пока еще. И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась и не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей всех века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков, к славе нашей, который никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не раскаяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, и не слышало того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом Своим, ибо дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и восвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Дальше очень внимательно послушайте, это очень важный момент, вокруг которого мы будем рассуждать. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает все это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господь, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Ум Христов. Что такое ум Христов? И что такое душевный человек? Мы сейчас будем об этом много говорить, потому что все, что сегодня вокруг нас происходит, то, что происходит, может быть, с нами, то, что происходит внутри наших семей, все, что происходит внутри нашей страны, все, что происходит внутри нашей работы, оно все видимое и осязаемое. Мы это можем потрогать, почувствовать, увидеть. Но Писание говорит, что все, что видимое, оно временно. И только то, что невидимое, оно вечно. Так вот, что такое ум Христов? Что это означает? Значит ли, что это Бога, ум, нам вот сюда вложили? Как вы считаете? Да или нет? Просто да или нет? Вложили ли нам сюда в один прекрасный день ум Христов? То есть взяли у Христа ум и вложили его сюда? Неплохо бы. Но это не так. Так, мы не имеем физический ум Христа у себя вот здесь вот в голове, между правым и левым ухом. Мы его ученики. Вот христиане, мишихеем, нацирамеем, как хотите называйте их, это последователи-учители. Как его называли ученики? Учители. Когда человек учится у своего наставника, у своего учителя, которому он доверяет, которому, а тем более мы знаем, кому мы доверяем, наш наставник, сам Бог, мы постепенно начинаем смотреть на мир его глазами. Потому что мы принимаем его мировоззрение на себя. Мы начинаем оценивать то, что происходит, с его позиции. Это и называется ум Христов. Мы не можем взять и положить себе в голову ум Иисуса Христа, потому что он Бог. Бога невозможно вместить в коробочку. Согласны? Ну, невозможно. Но мы можем начать думать и видеть мир таким, какой он есть. Как мы познаем его? Как мы можем глаза эти обрести, которые смотрят эти мировоззрения? Через Слово Божие. Изучая Библию, изучая Слово Божие, имея личное общение со Христом, мы можем это все в себя воспринять. И Бог смотрит на мир не так, как мы на него смотрим. Его мысли написаны не наши мысли. Соответственно, мы не можем постичь всего учения Божьего. Просто не можем, физически. Но что мы там можем? Мы можем внимательно взирать на предмет его учения. Попытаюсь объяснить это более понятными словами. Бог создал мир. И этот мир решил согрешить. Мир решил согрешить. Не Бог решил, что мир согрешит. А мир сделал такой выбор. И Бог хочет этот мир спасти. Мы об этом тоже сейчас поговорим. Бог хочет этот мир спасти. Он смотрит на предмет изучения нашего. Он-то его знает. Мы его изучаем. Но Он смотрит. И хочет, чтобы мы смотрели на этот мир так, как Он на него смотрит. Чтобы мы воспринимали то, что происходит здесь, так как Он воспринимает это все. А Он воспринимает это все, как мы с вами говорили уже сегодня. Так, что Он знает, где начало, где конец, а самое главное, какой конец. Это очень важно. Нам не нужно, знаете, бросать все подряд на пол, чтобы убедиться, что он вовсе упадет. Законы, в частности физики, даже как и законы почвы, действуют независимо от того, верим ли мы в них или не верим. Проверили мы их действия или не проверили. Нам достаточно что-то одно уронить на пол, и мы уже знаем, что все, что тяжелее воздуха, упадет. Согласны? Но почему-то мы всегда пытаемся испытывать заново законы Божьи. Если Он говорит, вот это работает вот так, нет, мы пытаемся его испробовать. А может, все-таки не так? Может, по-другому как-то оно все работает? Написано же в Писании, не искушая, то есть, по-русски, не испытывая Господа Бога Своего. Потому что каждый раз, когда мы проверяем на прочность закон Божий, мы говорим, Господь, подожди секундочку, я попробую справиться сам. Ну так? А Бог говорит, а без меня вы не можете сделать ничего. Ну ничего. Потому что, помните, когда Иов начал предъявлять претензии Богу, Бог сказал ему, ну хорошо, если ты такой крутой человек, праведный, давай-ка подресилуй кита. Пусть походит на веревочке, присядет там, где ты ему скажешь, приляжет. Ты можешь это сделать? Нет. А я могу. Почему? Потому что Он Создатель. И когда мы испытываем Божьи законы на себе или на мире, думаем, сработает, не сработает, сработает, не сработает. Но мы фактически говорим, мы сейчас с тобой посоревнуемся, Господь, давай, кто сильнее? Бог любящий отец. Он говорит, ну хорошо, посоревнуйся. Знаете, как мы периодически с Давидом соревнуемся на руках. Пока еще я сильнее. Пока еще. Со временем, возможно, он станет сильнее меня. Но я не Бог. И Он может стать сильнее меня, но человек сильнее Бога стать не может. Согласны? Давайте посмотрим, что Иисус говорит об этом. Иоанна 15 глава, 16 стих. Очень важный стих. Не вы Меня избрали, Он говорит, а Я вас избрал. И поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал. Дабы, чего не попросите от Отца Моего, во имя Мое Он дал вам. То есть, если мы избраны Богом, поставлены им для того, чтобы приносить плод. И просим во имя Его у нашего Небесного Отца, Он нам дает. Две теологии существуют на эту тему. Одна теология говорит так. Нужно делать все, что от тебя зависит, и Господь доделает все, что им доделал. Вторая теология. Если мы будем просить у Бога во имя Иисуса Христа, Он сюда сможет сесть на диванчик и ничего не делать. Есть и такая, и такая теология. Я придерживаюсь больше первой. Потому что Бог, написано, Он послал своих учеников туда, куда прежде хотел идти. И дал им конкретное назидание, что нужно делать. Он не сказал, идите, а я все сделаю сам. Он сказал, нет, идите, прокаженных очищайте, больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, грехи прощайте. Даром получили, в этом давайте. То есть, Бог говорит, что мы должны идти и что-то делать. И тогда у нас будет плод. А вот когда у нас будет плод нашего действия, тогда мы сможем просить все, что мы захотим и получим. Давайте посмотрим, о чем это говорит. Враг хочет посеять в нашей с вами душе одно единственное чувство. Какое? Страх. Страх. Страх это то, что это противоположность любви. Все в царстве Божьем движется любовью, все в царстве сатаны движется страхом. То есть, Бог есть любовь, дьявол есть страх. Он поэтому и изображается везде как страшный. Хотя он на самом деле, написано, был красивый. Но изображается везде страшный. С рогами, с копытами. Где этот образ взяли, не знаю. Ну ладно. Но его задача посеять в нашей душе страх. Теперь смотрите внимательно. Помните, мы говорили, что душевный человек не в состоянии понять мудростью Божьей. Если мы больше даем место в своей жизни душе и душевному, а что это такое душевное? Душевное это эмоции, душевное это чувства, душевное это реакции наши. Если мы больше даем этому месту, то тогда дьявол очень просто посеет там зерно страха и показывает. Смотри, смотри. Смотри, видишь, там уже этих черных бьют. А вот смотри, видишь, уже черные бьют. А посмотри, сколько черных вокруг тебя. Ты бы на улицу не выходил бы на всякий случай. Потому что это страх. Смотри, смотри, видишь, там уже уволили целую компанию. Бизнес закрылся. Ты бы поискался для места работы другой. А то знаешь, всякое бывает. И мы уже боимся. И мы уже боимся. Он сеет в нас страх. И этот страх на сегодняшний день у него выглядит очень осязаемым. Карантин, пандемия, коронавирус. Что еще там? Закрытые бизнесы. Пробитесь помнить, что Герцоги? Везде написано. Сдается, сдается, сдается. Сдается. Сдается, потому что им нечем платить. Остальные-то работают? Нет. Они сдают их, потому что они боятся. По человеческой мудрости их понять можно. Вам подумают, что мне сейчас влезать в долги, потом я буду всю жизнь в долги платить. Я лучше закроюсь. Это простая человеческая мудрость, которая, говорит, благоразумный видит беду и спасается, а неопытный идет вперед и наказывается. Но, с другой стороны, по телевизору, вот я сегодня увидел, когда смотрел новости, была реклама, и я что-то меня заинтересовал, и я переключил туда. Театр. Люди, которые связаны с театром, где они сегодня? В театр люди ходят? Нет. Деньги у них есть? Нет. Куда они идут? В этот самый бюро подробноустройства государственное. А их куда отправляют? Перепалифицироваться. Но другие специальности. И они идут и переквалифицируются, но они такие, что им страшно. Они по человеческой своей мудрости хотят просто приносить домой деньги. Им больше, по большому счету, ничего не надо. Но смотрите, что сделал дьявол с этими людьми. Он сказал, забудь про то, что ты любишь. Забудь про то, что тебе нравится. Твоя задача поклоняться твоей новой зарплате. Иди, изучай новое дело. Любишь ты его, не любишь ты его. Вот сегодня было интервью с одним израильским актером. Он сказал, говорит, вы знаете, я ждал 4 месяца, когда люди вспомнят про нас, про актеров. Кто сказал, да провались оно все. Пойду и переквалифицируюсь в уборщик. И известный актер убирает в ресторане полки. Но он говорит, вы знаете, что произойдет, когда, говорит, закроют ресторан? Я опять яхожусь без работы. А что я умею делать? Я умею играть на сцене и умею бить полы. Все. Это у тебя он хочет. Ну по факту. Это человек говорит, это не придумано. Страх порождает массу отрицательных эмоций в нас. Очень много. И мы реагируем душевно на все, что происходит. Мы начинаем концентрироваться на том, что мы видим. Потому что, еще раз говорю, дьявол показывает нам картинки. Вот это интервью, думаете, просто так написали? Нет. Его специально написали, потому что кому-то это выгодно. Вот эти все погромы, которые устраивают в Америке, кому они выгодны? Людям? Нет. Они выгодны дьяволу. Потому что ему нужно рассорить людей, если нет. Мы тоже сейчас поговорим. Потому что Иисус сказал, что пойдет народ на народ. И когда мы судим душевно, когда мы находимся в состоянии вот этой вот нехорошей эмоциональной встряски, мы не способны критически мыслить, мы не способны правильно рассуждать, мы не способны соображать духовное с духовным. Мы готовы только соображать то, что там творится на улице, и как мне нужно запастись гречкой. Или туалетной бумагой. Я вам кого что-то. Есть такой, ну, смотрите, как бы, я говорю то, что я считаю нужным сказать. Если кому-то не нравится, у нас как бы вход-выход свободный. Меня, пожалуйста, не перебивать и не мешать ходу служения. Я, как бы, в следующий раз прошу просто свои комментарии подержать при себе. А если кому-то будет интересно подискутировать после, я не буду на меня перебивать. Кролик, если вы знаете кролик, животное такое, оно смотрит на удава и боится, как заколдованный, сидит вот так и ничего сделать не может. Что, удав такой страшный? Вы же видели змею, когда я? На некоторых руках держали, на некоторых фотографировались со змеей. Ну, почему кролик, когда на него смотрит удав, он боится? Потому что он не знает, что от удава ожидать. У удава нет эмоций на лице. И поэтому, когда мы не знаем, чего дальше ожидать, а вы знаете, как говорят новости с экрана телевизора? Они говорят, все плохо. А завтра будет еще хуже. А послезавтра вообще неизвестно, что произойдет. И когда мы не знаем, чего ждать, то по своей человеческой природе мы начинаем бояться. И евреи в пустыне боялись змей, потому что они все время смотрели на змей. Они постоянно смотрели на змей, и они боялись куда-то выйти, чтобы их не укусила змея, и не впастила та же участь, как и те, кого укусило. Пока Моисей не поднял Нехуштана посреди пустыни на палке. И люди не посмотрели на него и исцелились. Смотрите, что произошло. Кто такой этот Нехуштан? Он что, божество какое-то? Или он имеет сверхъестественную силу? Ну нет, конечно же, да? Ведь когда потом Иисус, наверное, его разбил, хуже никому не стало. Моисею, вернее так, Богу нужно было показать людям, куда смотреть. Если бы Моисей просто пришел и сказал, да не смотрите вы на змей, посмотрите на Бога. Они бы посмеялись над Ним, они бы сказали, да так это не мешать, тут змеи везде. Им некогда смотреть на Бога. Но когда он поднял что-то видимое, и сказал, туда посмотрите и исцелитесь. То есть перестаньте смотреть на опасность. Перестаньте смотреть на то, что вас жалит. Посмотрите туда. Там есть исцеление. Они начали смотреть туда и начали исцеляться. Иоанна 3 глава с 14 по 17 стих. Корона. Карантин. Безработица. Пандемия. Еще что-то. Бог Сына Своему отдал, чтобы спасти мир. Перескажите мне, это Божье наказание? Если он говорит, что Бог послал Сына Своего, чтобы спасти мир, теперь Он будет нас мучить коронной, карантинной безработицы? Нет, конечно. Соответственно, на что мы должны смотреть? На этих змей, которые ползают здесь, корону, карантин и все остальное? Или все-таки на Иисуса Христа, которого написано, сам Иисус говорит, меня Бог на кресте, возьмешь, и вы на меня смотрели. И кто поверит, что я Сын Божий, спасется. Матфея 24, 6, 8. По поводу того, что происходит. Также вы слышите о воинах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надвижит всему этому быть. Но это еще не конец. Слава Богу. А может, с другой стороны, и нехорошо, что это еще не конец. Лучше, чтобы конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, и моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Заметрясения были в прошлом году, одно за одним. Про голод говорили, говорили. Про то, что там вымирали какие-то народы в Африке, говорят уже очень много лет. И все это начало болезни. Все, как должно было быть, так оно и есть. Бог хочет нас привести в то, что мы сами никогда глазами своими не видели. Вот когда Он приводил евреев в землю Абитаванную, у них по поводу земли Абитаванной было очень много разных мнений. Потому что 10 человек из 12 сказали, что там все плохо. И только двое сказали, что там все хорошо. Кому верить? Большинство же всегда правы. У них были очень противоречивые мнения по поводу земли Абитавана. Они уже думали, можно и вернуться обратно. Но море вряд ли раступится, скорее всего. Там это односторонний турникет. Второзаконие 11 глава 10 стих. Это когда Бог вводит евреев в землю Абитаванную. Он им объясняет, что они там будут делать, что с ним будет происходить. Почему эта земля в Затане, они уже говорят у них, мы для них как саранча, там все плохо, нас едят, растопчут и так далее. Вот что он пишет, что Бог говорит. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя свое, поливал ее при помощи ног твоих, как москвичный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ее, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного наполняется водой». Помните, мы с вами были в долине Израиль? Я вам рассказывал, как это все происходит, прямо на месте. «Земля, которой Господь, Бог твой, печется, очи Господа Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года». Смотрите, он не говорит о том, что на этой земле будут очи Господа только при каких-то определенных условиях. Нет, он печется они прямо сейчас. Тогда, сегодня и всегда. Мы на этой земле живем. Хорошая новость. Мы на этой земле живем. Дальше написано. «Если вы будете, есть оговорка, если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, то есть любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поре твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться». То есть, будешь слушаться Господа, будет дождь. Мы с чем сравниваем дождь, особенно в Новом Завете, но и в пророческих книгах? Со сверхъестественным излиянием чего-то с небом. То есть, это не обязательно должен быть конкретно дождь. Хотя, тоже хорошо, смотрите, в эту всю зиму шел дождь, где мы хорошо слушались Господа. Кеннерок наполнился на колец. Дальше написано, «Берегитесь, чтобы не обольстились, вот то, о чем сейчас мы говорим, собственно, да, не оболстилось сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда, восхламенится мне Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». То есть, что такое служить другим богам? Вот что мы ставим во главу своего внимания, и на что мы больше всего внимания обращаем, то и есть наш Бог в данный момент. Если мы начнем поклоняться этому Богу, Бог сказал, никакого дождя, заключен его, и все. То есть, не будет благодати никакой. Но это плохая новость, а хорошая новость в чем заключается? Что благодать Божья, что? Он обновляется каждое утро. Слава Богу. Но если мы каждый день будем ходить и служить другим богам, не будет обновляться каждое утро. А что такое служить другим богам? Это значит обращать свое внимание на все, что сейчас происходит вокруг, и не видеть в этом происков врага. Это все происки врага. Он ходит, как рыгающий лев, ищет его поглотить. Он хочет убить, украсть, убить и погубить. Украсть нашу веру, убить нашу надежду и погубить нашу душу. Это все, что он хочет. И если мы поддаемся этому душевному страху, то есть, мы не духовно судим о том, что происходит. Неважно, на каком уровне это происходит, но вне меня, семьи, страны, мира. Мы поддаемся вот этому служению дьяволу. Мы все-таки слушаем, что он нам говорит. А этого Бог не хочет. Если мы не испытываем благодати Божьей на себе и своей жизни, то мы не в послушании. Это то откровение, которое я получил сегодня. Если мы не испытываем благодати Божьей на себе каждый день, мы не находимся в послушании Богу. И мы находимся в противлении. Противление – это нехорошо. Потому что любое действие, знаете, да, имеет равное по силе и противоположное по направлению противодействия. Бог гордым противится. И если мы будем, Бог нам говорит, смотри на меня. Мы говорим, да подождите, тут у меня змеи здесь. Бог говорит, смотри на меня. Я говорю, подожди ты, ну сколько можно? Подождите, вот сейчас со змеями разберусь и пошли змеи давить. Бог говорит, хорошо, я подожду. А он может сделать так, что у этих змей просто там не будет. Помните, вот так, раз, и все перевернулось. Он уже не прокаженный, и у него в два раза больше, чем было. И уже никто в жизни не поверит, что ему было плохо. Почему? Потому что человек должен просто посмотреть на Бога и перестать думать о плохом. Бог ничего не обещает нам, просто так. Но Он обещает очень многое в Библии. И все эти блага, которые приходят к нам с неба, они при одном условии, если мы будем слушаться. Это написано еще в книге второзакония, 28 глава. Если будем слушаться, все будет у нас хорошо. Когда мы не слушаем Бога, когда мы не в послушании, мы начинаем слушать дьявола, так или иначе. Хотя мы говорим, мнение, я вам не слушаю, я противостою, приняю всякие мысли, послушаю Иисус Христу. Круто. Только если ты при этом боишься того, что тебя уволят, боишься того, что тебя не заплатят, боишься того, что твой бизнес закроется, боишься, короче, тобой руководит страх, ты не служишь Богу. И это нужно совершенно четко понимать. А Христос говорит, что все, что мы не попросим у нашего небесного Отца, Он все нам дал. Потому что мы приносим плод. А какой плод мы должны приносить? Вещественный, временный или все-таки духовный? Духовный. А в чем заключается духовность? Давайте будем рассматривать. Начнем с Якова и закончим Петром, и на этом закончим сегодня. Прежде чем я об этом поговорю, я хочу просто напомнить о том, что говорит Писание, я вкратце пропустил одно большое место Писания, но вы его знаете. Любовь написана изгоняет любой страх. Так написано у вас в Библии. Если мы живем в страхе, то в нас охладевает любовь. Мы не можем жить в страхе, мы должны жить в любви. А когда мы живем в любви, об этом Иисус говорил в Нагорной Бругвы. Он говорил, благословляйте проклинающих и любите врагов. Ударили вас по правой щеке подставки левой. Это любовь, это прощение. Если кто-то повел по отношению к нам себя не так, как нам хотелось бы, чтобы он повел, нам не нужно, говорит, я его не прощу никак. Дайте ему шанс. Бог нам дает каждый день новый шанс. Если у нас сегодня кого-то не устраивает, то как действует правительство, я сегодня написал комментарий в Фейсбуке по этому поводу. Говорю, я всю жизнь голосовал за этого, за эту партию. Но и меня тоже не до конца устраивает, что они делают. Но вы знаете, в чем разница между диктатурой и демократией? Диктатора можно скинуть только с помощью вооруженного переворота. А демократию с помощью выборов можно поменять правителя. Три выборные кампании прошло, один и тот же результат. Один и тот же правитель. Если народ скажет, хватит, следующий выбор, у нас будет другой правитель. Согласны? А если нет, здравствует король. Точка. Мы же в демократическом живем обществе. Зачем нам сейчас уходить вот в это вот да вот он такой, вот сикой, служить всех этих обвинителей, ненавистников. Это же не наше. Это не наше. Наше это любить врагов и благословлять проклинающих. Как бы это тяжело ни было. Но это то, что является Божью любовь. От него любимый ученик трижды отрекся, а он говорит, любишь меня? Посерьез мой. Мы не должны жить в страхе, мы не должны жить в ненависти, мы должны жить в любви. Якова 4 глава, 7 стих, 7-8. Итак, покоритесь Богу. Очень важный момент. Очень многие вот скажут, я противостою дьяволу. Подожди, там есть предварительное условие. Покоритесь Богу. Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки и грешники и справки сердца твоей души. У этого есть продолжение. Там есть еще предварительное о том, что дружба с миром рожда против Бога, но конкретно вот это место писания. Покоритесь Богу. Что это значит? Для многих покориться Богу это значит, не знаю, там, сидеть вот так вот, спойнуть голову и не поднимать, не дай Бог, чтобы он не ударил. Для других это значит, нужно исполнять Слово Божие. Для третьих это значит, нужно молиться много. Для четвертых значит, поститься много. Сколько людей, столько будет и мнений. Но о покорности Богу Библия говорит совершенно четко и конкретно. Бога нужно любить. Он говорит, Иисус говорит, на чем состоит закон? Он говорит, возлюбить Господа Бога Своего всем сердцем своим, всем разумением своим, всем душевым. Что такое любить Бога? Он сам дает ответ на это. Он говорит, если любите меня, заповеди мои соблюдет. То есть, если мы соблюдаем заповеди Божьи, мы его любим, соответственно, мы в покорности к нему находимся. И вот тогда у нас есть власть наступать на всю силу вражья, у нас есть власть противостоять дьяволу, у нас есть власть на все. Но сегодня вот это вот наша душевность, которой мы даем иногда место в нашей жизни, она мешает нам на сто процентов полюбить Бога и покориться Бога. Поэтому иногда страх оказывает больше на нас давления, иногда обида оказывает больше на нас давления, иногда нам кажется, что весь мир восстал против нас и обстоятельства наши, они против, они враждебны нам. Но у Бога о нас намерение во благо, а не во зло, Он точно знает, как для нас будет лучше. не стоит поднимать голову наверх, чтобы только сказать Господь, ну где ты был? Стоит поднять голову наверх и сказать Господь, я твой, вот я, пошли меня. И Он начнет творить сверхъестественные вещи, как Он творил со всеми, кто когда-либо просто посмотрел на Него. По-моему, у пророка, не помню, какого пророка, написано, что Бог беспокоится о тех, кто верен в Нему. Так написано. О тех, кто верен в Нему, Бог беспокоится. Нужно быть Ему верным. 1 Петра, 5 глава, 5 стиха по 11. Так же и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же подчиняйтесь друг другу, облегитесь смиренно-мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь опять. Петр призывает. Кто призывает? Петр, вообще, ну, бунтарь номер один среди всех учеников Иисуса Христа, призывает. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы свои, говорит, возложите на на Него, ибо Он печется о вас. Откуда Он это взял? Как раз из того пророка, который говорит, что Он печется о тех, кто верен в Ему. Перезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, вещах его поглотить. Здесь ключевое слово как? Как? Иисус сказал, что Он пришел для того, чтобы что сделать? Нет. Сам Иисус пришел для чего? Для того, чтобы покончить с делами дьявола. А дьявол ходит как рыкающий лев. Мы даже этого льва не видели никогда. Но зато слышали его голос и все льва вверх идет. Вы знаете, что у рыкающего льва необязательно есть зубы? А Он тут написано ищет, кого поглотить. Он не написано кого бы догнать, кого бы, на кого бы проохотиться. Он говорит, кого бы поглотить. Что значит поглотить? Это когда готовую, знаете, еду подставляют, только проглоти и все. Он не в состоянии уже ничего делать. Иисус уже все для нас совершил. И всего, чего мы боимся, мы боимся этого громогласного голоса вот этого вот врага, который ходит как рык и ущелье. И дальше написано, что противостоите ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Иногда мы думаем, что то, что происходит с нами, только у нас такое происходит. Но на самом деле, поймите, что все, что происходит плохое, это не от Бога, потому что в послании Якова там же, то, что мы читали сейчас раньше, написано, что все доброе исходит от Отца Света, то есть от Бога. А все злое исходит у Иова была ошибка. Когда он сказал, ты говори своей жене, ты говоришь, как те безумные говорят. Неужели мы доброе будем от Бога принимать, а злое не будем? Ну, простите, Бог зла нам не желает. Говорите, что говорит Иисус своим ученикам, если вы, будучи злые, и ребенок ваш попросит у вас хлеба, вы не дадите ему камень или змею, уж тем более Отец Небесный. Он не хочет нам ничего плохого. Мы не можем говорить, что вот это наказание от Бога. Это плохо, потому что Бог нас наказал. Или Бог за нами не следит. Нет. Если мы верны, ему написано, печется о нас. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу, во Христе Иисусе сам по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во Бог совершит все. Нужно просто доверить все Ему. И если мы говорим, что этот год будет годом прорыва, и вы верите, что все в один голос пастора, знаете, говорить от себя не могут. По всему миру все мужи Божьи, генералы, фельдмаршалы и прочие генералы веры говорили, что это год прорыва. Мы все говорили от собственного имени, что ли? Отвечать же придется. Это Бог сказал, что будет год прорыва. И Он всем дает одинаковое откровение. Но Он сейчас проверяет нашу веру. Написано, Бог всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Иисуса Христа сам совершит для вас все. Сам совершит. Только нужно довериться Ему. И теологию я доверяю Богу, поэтому посижу на диване, пускай все сделает, оставьте в покое. Это не наша теология. Наша теология, я должен сделать все, что от меня зависит. Для того, чтобы принести плод в том месте, куда Бог меня послал. Послал вас Бог на эту работу. Посмотрите, какой духовный плод вы должны там принести. Кто-то должен кого-то евангелизировать, кто-то должен показать, как живет верующий человек, кто-то должен показать, какой он смиренный, кто-то должен показать, как правильно реагировать на оскорбление и обиды. Мы по-разному должны принести плод. Мы точно здесь внутри, в духе знаем, какой плод нужно принести. Но если у нас там плода не будет, то тогда у нас проблема. Мы должны понимать, какой плод мы должны принести там, на том месте, куда Бог нас послал. Потому что Он нас послал туда, потому что Сам прежде хотел туда идти, где бы мы ни находились. И вот если мы этот плод приносим, нигде не написано, что мы страдать не будем. Будем написано так, что будем страдать. Но страдание написано коротковременной, и Бог Сам все устроит. Потому что Он печется о верных Ему. И поэтому нас не должно сейчас интересовать, ну то есть, понятно, нас должно интересовать с точки зрения заказа послушных граждан, что нужно носить маски, что нужно собираться там не меньше десяти человек, что нужно в автобусе, чтобы было не больше трести человек, чтобы в ресторане не больше трести человек, чтобы на пляж ходить ни на кого не чихать, не кашлять и так далее. Это нас все конечно должно интересовать. Но не с той точки зрения, что ой, а когда же это все кончится. Это кончится когда у Бога запланировано, чтобы это все кончилось. А вы должны спросить, какой плод мы должны принести в том месте, куда Бог нас сейчас призвал. Потому что в том месте, где мы сейчас находимся, как раз там и будет прорыв. Потому что когда Моисей привел народ израильский к скале, из которой где кран-то не вкрутили в скалу, а Бог ему сказал ступни посыпом и полилась вода. Да еще такая вкусная, сладкая. А была скала. И из скалы попробуйте добыть воду. Только Бог в состоянии это сделать. И мы должны просто довериться Ему на сто процентов. А люди, которые нас окружают поверят Бога только когда они увидят что мы верны Богу и Он печется о нас. И тогда произойдет то, что произошло с Иосифом. Бог был с ним и все это увидели. Ему было все равно тюрьма не тюрьма предали его забыли его все равно он был с Богом и Бог был с ними все это увидели и его поставили во главу за Богом и не будем смотреть на то ну где прорыв ну что нам обещали что наговорили и не будем поддаваться страху вот об этом я хочу чтобы мы с вами молились чтобы мы просто действительно покорились Богу возлюбили его начали выполнять все его заповеди те которые относительно того места на котором мы сейчас находимся это может быть ваше окружение это может быть ваша работа это может быть все что угодно если Бог вас туда отправил у него есть для вас миссия пообщайтесь с ним он вам ее расскажет он покажет вам ее у него нет секретов он не играет с нами в шарады ребусы у него все прозрачно и он поэтому дал нам Духа Святого написано Дух Святого проницает все и ум Божий то есть у нас есть с ним у каждого причем весь канал общения спросить его и когда мы принесем там плод тогда все что попросим Богом все нам даст аминь давайте будем молиться перед тем как мы начнем молиться можно конечно притянуть за уши любое откровение потому что откровение Бог дает по-любому но вы знаете я думаю что поиск того кто нам даст пророческое слово от Бога отвлекает нас от Бога я засвидетельствую буквально в двух словах помните когда я был когда еще шире чем выше я боялся 4 года делать операцию пока не пришел человек которого я до этого никогда не видел я его в тот день потерял и больше тоже никогда я даже никак его забыть но слава Богу за него потому что он пришел вот так подосмотрел зал подошел ко мне и говорит ту операцию которую ты боишься делать Бог сказал делай то что он все устроил кто ты такой откуда ты пришел куда ты идешь но он это сказал и у мне мир наступил больше я этого не видел но то что произошло на операции до операции после операции это реально было чудо от Бога я поэтому сегодня всем говорю не ищите пророка который вам даст откровение от Бога когда Богу будет нужно а вы будете готовы Бог этого пророка к вам пришлет оттуда откуда вы не ждете засернуйтесь на Боге и Он будет печься о верных Ему аминь милое Господь благодарим Тебя за то что ты наделяешь нас этой привилегией которой нет может быть ни у кого другого на этом свете приходить к престолу благодати Твоей получать от Тебя откровение получать от Тебя задание получать от Тебя направление туда куда Ты прежде сам будешь идти Господь Ты поддаешь нам эту силу и власть которой мы можем совершать чудеса которые Ты творил на земле и даже больше чем Ты творил и приносить плод духовный чтобы являть царство Твое и силу Твою и славу Твое здесь на земле перед другими людьми наследно благодарим Тебя за то что Ты высвобождаешь это сверхъестественное помазание сейчас на каждого здесь находящегося во имя Иисуса давать просто достойный пример достойным посланником Иисуса Христа на том месте где мы находимся Ты просто сейчас высвобождаешь от помазания я благодарю Тебя за это Господь я славлю Тебя за то что на каждом сейчас почти это помазание о том чтобы быть тем самым звеном связывающим человека неверующего ради которого Христос умер и Бога Отца нашего который послал Христа на смерть чтобы примирить Его и мы сегодня можем стать этим связующим звеном в этой священной борьбе между добром и злом Господь мы благодарим Тебя сейчас за то что Ты показываешь нам откровение я также сейчас благодарю Тебя Господь за то что Ты просто пошлешь Слово через нас через кого-то другого Господь Ты сам знаешь через кого к этой сестре которую зовут Елена чтобы дать ей откровение которое ты имеешь для нее чтобы успокоить ее душу и вывести ее в нас злачные пажки вывести ее в ту землю где Ты будешь проливать на нее дождь благословений и чтобы она не боялась ничего чтобы любой страх оттуда ушел во имя Иисуса Христа чтобы она перестала концентрироваться на этих страхах Господь мы знаем что все что Ты хочешь сделать Ты сделаешь так чтобы это было от начала и до конца божественным сверхъестественным идеальным Господь ты никогда не будешь ставить никаких экспериментов Господь мы благодарим Тебя за то что Ты Бог всемогущий содержитель Ты знаешь все держишь все в своих руках и нет ничего чтобы ты не предусмотрел благодарим тебя за то что сегодня мы проходим период в котором мы должны пересмотреть все в своей жизни свое отношение к тебе к жизни к себе к ближнему Благодарим тебя за то что Иисус давать нам эти откровения через чтение Библии и что мы любя тебя будем изгонять к любовью любой страх, который придет к нам от дьявола. Во имя Иисуса я провозглашаю это прямо сейчас. И мы в согласии принимаем это. Благодарим тебя, Господь. Я сейчас провозглашаю на Твое великое святое имя, на каждого присутствующего здесь, как Ты заповедовал делать Аарону, и сказал, что когда будет это благословение звучать, то имя Твое, Господь, будет на каждом из нас. Иварехаха адунай вишмереха. Иса адунай панам вилеха. Иса адунай панам венеха вихонеха. Виясам лиха шелом. Шелом в шем ישу аммашиях, Мелых Абнадхин, Адон Адонин. Леолам ваэн. Амин.